Ни одна система климат-контроля не обходится без датчика контроля в параметрах воздуха. Итак, я Артём Кашканов, и в этой части курса мы поговорим о датчиках контроля параметров воздуха, то есть температурой влажность, давление воздуха и присутствие газов. Начнём мы, конечно, с датчиков температуры. Они нужны для того, чтобы проконтролировать температуру воздуха в помещении, температуру жидкости, температуру твёрдого объекта или расплавленного металла. Ну, конечно, в домашних условиях. А первым делом мы поговорим о термопарах. Термопара представляет собой две проволоки из разных металлов, спаяны с одного конца. Благодаря эффекту Зиебека, при разности температур между горячим и холодным концом, в цепи возникает электрический ток. Величина этого электрического тока зависит от термоэдс нашей термопары и составляет 40, 50, 60 микровольт на градус в зависимости от материала самой термопары. Материал термопара может быть разным. Это может быть платина родина, платин В термопары, никель хромелевые, хромель алюмилевые, железо никелевые, железо константановые и так далее. С полным списком, в принципе, можно ознакомиться в гости на термопары. Сама по себе термопара является высокоточным датчиком температуры, однако эту точность достаточно проблематично с неё снять. Термопара является относительным датчиком температуры, так как уровень её выходного напряжения зависит от разности температур между горячим и холодным спаем, при этом холодный спай находится при комнатной температуре или при какой-либо другой. Рассмотрим это немножко поближе. У нас есть обычная термопара и две температуры, горячего и холодного конца. Соответственно, ЭДС у нас зависит от разности температур. Температуру холодного спая необходимо каким-то образом скомпенсировать. Аппаратным способом компенсации является использование второй термопары, которая помещена в заранее известную температуру. Программным способом компенсации является использование другого датчика температуры, на этот раз уже абсолютного, который помещается в изотермическую камеру вместе с холодными спаями и контролирует их температуру с заданной точностью. Поговорим о трудностях снятия данных с термопары. Во-первых, она нелинейна. К счастью, в ГОСТе заботливо проведены коэффициенты полинома для перевода термо-ЭДС в температуру и обратно. Правда, эти полиномы 8, 9 и 18 порядка, но ничто не запрещает их спокойно посчитать, в том числе и силами микроконтроллера. Другая проблема заключается в том, что термо-ЭДС термопара измеряется в единицах и сотнях микровольт. Соответственно, использование широкодоступных аналогоцифровых преобразователей придет к полному провалу. Нужны прецизионные, многоразрядные, малошумящие аналогоцифровые преобразователи для того, чтобы использовать термопару в своих конструкциях. Гораздо более простым способом измерения температуры является применение термометров сопротивления или терморезисторов. Их работа основана на зависимости сопротивления материалов от внешней температуры. Металлический термометр сопротивления, в частности платиновый, обладает очень высокой точностью и линейностью. Термометры сопротивления характеризуются двумя основными характеристиками. Во-первых, это базовое сопротивление термометра сопротивления при какой-то конкретной температуре. Например, в ГОСТе базовым сопротивлением считается сопротивление при 0 градусов Цельсия. Оно может быть различным. В ГОСТе рекомендуется, например, использование следующих номиналов сопротивлений в Омах и температурный коэффициент сопротивления ТКС. Он определяется как разность сопротивлений при нашей температуре и при нулевой температуре, деленной на нашу температуру и температуру 0 градусов Цельсия, умноженной на единицу, деленной на базовое сопротивление. В ГОСТе на термометры сопротивления вы найдете температурный коэффициент сопротивления для различных термометров из платины, меди и никеля. Кроме того, там присутствуют коэффициенты полинома для расчета температуры из текущего сопротивления резистора. Одной из проблем термометров сопротивления является очень низкий температурный коэффициент сопротивления. Однако, измерять сопротивление с высокой точностью гораздо проще, чем очень малые значения напряжения, в отличие от термопар. Одним из способов измерения сопротивления является включение нашего термосопротивления в цепь источника тока и измерение дифференциального напряжения. Использование полупроводниковых терморезисторов даст нам температурный коэффициент сопротивления долей единицы процента, и их гораздо проще измерять с помощью аналогов цифровых преобразователей. Разумеется, есть интегральные микросхемы датчиков температуры, аналоговый выход которых уже соответствует питаемому напряжению. Такой датчик температуры можно напрямую подключать к аналогу цифровому преобразователю и спокойно оцифровывать его с помощью 8- или 10-битного АЦП. Помимо интегральных схем с аналоговым выходом, конечно же, существуют датчики температуры с цифровым интерфейсом, будь то E2C, SPI или что-то особенное. Одним из популярных датчиков является комбинированный датчик температуры и влажности серии SHT1. Этот датчик позволяет измерять температуру с точностью плюс-минус 2 градуса и влажность с точностью плюс-минус 5. Главной проблемой данного датчика температуры является то, что там решили оптимизировать интерфейс и он не является E2C. Правда, он позволяет подключать себя параллельно устройством E2C. Ну и, конечно же, всеми любимый цифровой датчик температуры DS18B20, который представляет собой трехвыводную микросхему с проводным интерфейсом OneWire и позволяет с высокой точностью до полградуса получать температуру со множества параллельно работающих датчиков. У этого датчика достаточно широкий диапазон рабочих температур от минус 55 до плюс 125. Однако основной его недостаток это медлительность. Вычисление с максимальной точностью он делает за 750 миллисекунд. Впрочем, ввиду инерционности корпуса датчика температуры, часто его опрашивать не имеет никакого смысла. Ну и, конечно же, данный обзор был бы неполным, не упомянув я о бесконтактных датчиках температуры. В этом датчике имеется специальная тонкая пленка, поглощающая инфракрасное излучение, тем самым нагревающаяся. Такие бесконтактные термосенсоры используются в тепловизорах. Ну, естественно, там имеется не один тепловой датчик, а матрица. И позволяют на расстоянии до трех метров детектировать тепловой объект. Продолжение следует...